здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня интереснейшая дегустация мы сегодня дегустируем highland park 10 лет viking scars то есть шрамы викинга переводится ни разу не пробовал ни разу не дегустировал давайте мы продегустируем также у меня на столе как вы видите стоит вот такой интереснейший бокал это не тулип не капита и конечно же не глинкерн этот бокал разработал изобрел не знаю как правильнее сказать мой хороший знакомый владелец одной из винокурень и отослал его на соревнования и вот этот именно этот бокал занял первое место и теперь в австрии все соревнования по wine and spirit competition проводятся только из этого бокала мне стало интересно мы сегодня сравним вот ну давайте я буду назвать тулипом тулип с моим любимым бокалом назальным который произвела компания кристофля он трапециевидный у него самый лучший был аромат и мне будет интересно будет ли более интересный аромат в этом тулипе или же мой кристофля победит как всегда а давайте вам упаковку покажу так начал распечатывать смотрите довольно таки красивая упаковка внутри знаете у я много показывал упаковок здесь вот голубенького цвета внутренности шрамы викинга что мы про него знаем мы про него знаем первое это то что он 40 градусов и это нас с вами чуть но меня лично разочаровывает второе что мне заинтересовало это то что этот виски выдерживался в бочках из-под american and европейнен хереса он то есть американских и европейских бочек хереса какой там был херес непонятно но если вы смотрели мои обучающие видео то вы должны понимать что чаще всего в 90 процентах если это американская бочка это дуб альба а если европейская бочка чаще всего это французский дуб давайте попробуем еще не открыл продегустируем узнаем классно это не классно как всегда бутылка с закруткой ой тут наверно даже перелил интересно давайте пробует давайте я начну наверное с да давайте со своего начну привычного бокала а потом ну вот если бы я не прочитал что это хересные бочки я бы наверное ну мог бы предположить потому что это просто не похоже аромат на бурбон но ощущение там сухофруктов сладости какой-то вязкости в аромате нету ничего то есть я ощущаю в аромате легкий легкий оттенок торфа легчайший оттенок торф какое-то что-то наподобие табака сладость сладость такая сладость даже какая-то может быть цитрусовая сладость какой-то аромат абсолютно абсолютно такой слабенький аромат того что мы открыли только что я открыл при вас бутылку и это меня поражает теперь давайте что такое у нас тулипе что я могу сказать значит по аромату в тулипе ощущается намного больше сладости более сладкий аромат ощущается чуть больше алкоголя но не ощущаются какие-то вот оттенки которые еще в этом бокале да здесь я ощущаю оттенок какого-то цитруса и оттенок табака в тулипе я пока ну давайте я его сейчас с кислородом смешаю так вот хорошо покручу и попробую еще раз вдохнуть аромат что у нас получится пока получилось много паров алкоголя выходит потихоньку из бокала пробуем еще раз более сладкий более алкогольный аромат друзья у меня еще есть друг за кадром я ему еще дам сравнить пока я не ощутил того чтобы вот сказать что намного лучше ощущается аромат виски и чем из моего бокала пока я кристофли у меня выигрывает и я сегодня видел сет килхомана и у него тоже подобные бокалы чуть конечно не такие красивые но тоже трапециевидные мои бокалы ну что первый глоток ну скажем так друзья мне этот виски обошелся 42 евро я пока пока пытаюсь понять за что я заплатил 42 евро в принципе вот послевкусие есть послевкусие хереса такое вот знаете терпкое чуть-чуть обжигающее сладкое то есть есть ощущение хересных бочек но вот наверное это были такие серьезные рефильные бочки возможно то что они понизили градус до 40 градусов водой тоже сыграет свою роль я хочу попробовать из тулипов попробовать ну вот сейчас чуть-чуть дышит виски ему чуть лучше становится сейчас я здесь тоже сделаем насыщение кислородом пока держишь во рту сначала начинается с такой терпкости и потом переходит как в сладкую такую воду воду с медом может быть такая вот алкоголя 40 градусов абсолютно не ощущается ну конечно если долго подержать то ощутиться сейчас я попробую 10 секунд подержать как говорит ричард паттерсон и расскажу вам по моим ощущениям да вот что-то с терпкости в сладость превращается может что-то еще будет ну ничего особо не происходит да действительно сначала он такой вот сладкий легкий потом появляться терпкость я чуть неправильно сказал терпкость глоток глоток обжигающий сладковато терпкий с оттенками вот винной кислинки бочки после вкусе у тебя покалывающие на языке на языке сладковатое такое вот ну вы знаете на виски бейс я видел что этот виски где-то стоит 30 евро вот друзья есть он стоит где-то 30 евро смотрите какие минусы у этого виски бутылка красивая упаковка красивая дизайн хороший будем честно с доводкой бутылка то есть я рассказал дизайн мне нравится мне всегда нравится хайланд парка дизайн хотя бутылки которые чисто черного цвета мне нравится больше но это мое лично эстетическое мнение что не нравится но не нравится очень слабое ощущение дыма очень слабое ощущение дыма и в принципе если вот тут на упаковке не читать что он дымный то это можно даже принять за какой-то оттенок хереса мне кажется что ну вот помните у нас был бунахавен ариногрени который вообще был не дымный в аромате а был дымный во вкусе то есть здесь к сожалению очень слабый оттенок дыма в аромате и во вкусе я вам вообще не могу назвать дыма то есть у меня этот дымность я бы с хорошим хересником мог бы спутать это за за хересностью за табаком за каким-то этим то здесь он настолько легкий что ну опять же переразбавили водой хотя бы в 43 градуса ему вот 46 наверное было бы идеально ну бизнес сэкономили то есть поэтому я друзья я не могу вам его советует советовать рекомендовать я его сразу друзья оставайтесь с нами пускай вас все будет хорошо мне честно говоря шрамы викинга 10 лет не понравились не понравились и я не могу вам советовать его покупать я хотел его сравнить с адмором трипл вуды которые такой такие средне дымный и к сожалению нечего сравнивать потому что здесь такой очень легкий оттенок дыма и проиграет он адмору друзья оставайтесь с нами пускай все будет хорошо до новых встреч кто не подписался подписывайтесь у нас есть еще спонсорский контент всего лишь за 0 99 евро вы можете получить доступ более широкой линейки и более старым более возрастным виски до новых встреч